дорогие друзья доброго времени суток меня зовут гудмен и сегодня мы начинаем проходить 12 часть страшных сказок которая называется грэйвич скажу честно я с огромным нетерпением ждал возможности начать проходить следующую часть грим тейлз потому что как вы помните ну естественно кто меня смотрит 11 часть ну прям сильно мне понравилось разработчики смогли меня удивить показали что могут они несмотря на номерную часть уже 11 было как говорится в названии показать хороший сюжет крепкий геймплей то есть все было логично все было последовательно без каких-то таких вот странных эксцессов ну я уже не буду вдаваться в подробности я думаю кто меня смотрит вы понимаете о чем я говорю и в этой части мне еще любопытен один момент как будет преподнесена нам новая героиня как вы помните в бонусной главе в 11 части у нас сменился главный герой или главная героиня вместо анны у нас теперь стейси ох друзья честно не знаю я довольно скептически к этому относился но я все сказал в заключении 11 части но тем не менее вот мне интересно посмотреть как разработчики преподнесут взаимоотношения ричарда и стейси как они покажут эмоции какие-то рассуждения вообще образ стейси потому что все таки она и стейси они должны как-то отличаться если мы не поймем как рассуждает как думает как мыслит как действует стейси честно тогда вот этот образ немножко будет размытый и мне кажется это будет тогда уже выглядит не очень хорошо то что случилось в 11 части а все потому что очень мало записок очень мало текста и нет к сожалению дневника которым я сету уже на протяжении многих частей и в других сериях тоже почему разработчики его убрали для меня до сих пор это остается большой загадкой но перед началом ролика как всегда друзья я хотел бы сказать большое спасибо людям которые поддерживают мой канал большое вам еще раз друзья спасибо но мы друзья собственно приступаем ох стейси не подведи меня так я друзья уже как обычно выбрал трудный режим как вы знаете мы не ищем легких путей проходим на максимальной сложности а а в в и в в ой друзья какая жесть блин я так готовил речь фактически ну готовил не столько много сказала взаимоотношениях ричарда и стейси о том сможет ли стейси быть настоящей главной героини потому что уже есть сформированный образ аны который мы знаем на протяжении 11 частей и тут стейси в первой же ситуации странной что-то с ней случается в итоге и мы играя за ну который уже с колечком на руке соответственно спасаем нашу племяшку и собственно наверное отца короче жесть разработчики интересно поступили очень интересно но блин почему я это не предвидел в принципе мог это приду предугадать и предположить что вот этим все может закончиться так насколько я помню морфинг объекты всегда были морфинг объекты и какие-то коллекционки по моему на кусочки пазлов и какие-то коллекционки по моему там виде фигурок наверное встречались иногда так белочка не отдает нам ключ наверное или брелок что это не знаю тут завязанный сундук что у нас здесь портфель но он явно закрытый здесь колючие кусты либо секатор либо перчатки нужно окно естественно это тоже все закрыто так фигурка во первых нет кусочков ему не знаю раз как располагается он в принципе известно вот он да уж слоники блин поставили вы меня в неудобное положение это белка специально ворует мои ключи потому что я меняю их на орехи слушайте умная белочка умница просто умница только вот вопрос а машина здесь я что-то вначале не понял ладно так сцена поиска как обычно по классике или фангеймс на первой локации должна быть сцена поиска и отправляюсь в грейвич чтобы узнать что произошло с моим дальним родственником виктором греем так это шана смотрите с дорианом да по моему так грейвич где-то наверное какая-то надпись будет он был известным ученым горожане относились к нему с уважением ясно может ли ученые вот этих вот психов символизировать нет не подходит может какие-то колбы там всякие но потом виктор умер при странных обстоятельствах а город по какой-то причине покинули все жители вообще друзья я как-то по традиции уже давно не показываю трейлеры которые идут перед началом игры вот вкратце сейчас опишу то что там было в общем какой-то ученый видимо вот этот вот виктор грей пытался кого-то оживить как я понял скорее всего но это его либо жена либо невеста вот она видимо как-то трагически погибла потому что там различные шрамы были на теле которые в были шиты была большая лаборатория аля этот у этого у франкенштейна вот и люди с факелами в общем в этот замок ломились в итоге прорвались поднялись по ступенькам кинули какую-то горючую смесь и в общем там все взорвалось и девушка которая лежала на кресле каком-то в общем вокруг тела не лежат она открыла глаза вот это собственно завязка игры ну как завязка это какой-то отголосок какой-то вот момент из прошлого которые нам показали вообще странно мне кажется разработчики если бы внутри игры там в бонусе хотя были где-то еще просто добавляли вот эти вот знаете в других жанрах есть типа возможность посмотреть все видео заставки которые есть в игре вот мелочь вроде бы приятная бы вам лишний раз показал так умер это скелет и наверное думаю это место хранит свои секреты известно что здесь проводился какой-то эксперимент а это странно что она похожа на стейси родственники вряд ли потому что как я понял родственником является виктор а это жена то есть вообще какая-то другая кровная линия если только на ком какую-то сестру там такой тоже бывает но блин вряд ли здесь такие темы будут освещаться туристы иногда видят странную девушку она очень похожа на меня возможно это знак так девушка 1 девушка 2 я хочу спасти своих родственников как это делала анна грей у ричарда своя волна да к сожалению ричард просто сводит меня с ума этот ужасный череп помогает мне только по своему желанию короче я думаю ричарда мы скоро найдем и будет он нам уже под ухо зудеть саки саги советы давать счастье есть сама знаю ритуал я очень-очень уверена я смогу найти ответы в прошлом ну такая знаете вот с она поиска это сложно назвать но наверное не относится к сцене поиска все таки вот эти вот локация но мне нравится в них то что здесь хоть какой-то текст подается и мы можем немножко истории узнать каких-то эмоций тех же переживаний то что я люблю здравствуй здравствуй посмотрите на его хитрую ухмылку засранец девушка блин с тобой была ты ж так о своих родственниках печешься какого фига блин и тут в кустах валяешься рад видеть тебя настойте не ценит своих родственников на слушать а может в бонусных главах нам будет будут давать какое-то расследование стейси может и нет так тут пока ничего как-то мне не нравится как тут все ну пусть будет так не что-то так сразу друзья морфинг объект как обычно по классике ну ладно менялся же лишь сразу нажимал орфинг нашли видим ритуал который она собиралась провести то есть нужен мел нужны свечи нужны какие-то камни и я не знаю что это такое вот и еще в общем нас ничего с этого нету надо копаться стоп 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 там что-то в уголку было нужно чем-то отвинтить пока с этим непонятно так странно что белка орешки оставила это не очень правильная белочка получается и почему-то тут что-то слушайте еще надо делать потому что смотрите может здесь кусочек пазла где-то спрятана я его не вижу потому что это под локация почему-то не уходит я еще здесь ни одной коллекционки не нашел поэтому вполне может быть здесь какая-то коллекционка еще спрятана может что-нибудь в сумке здесь спрятана блин непонятно так тут что-то еще закопали я так понимаю так еще что то есть тут что-то мигает по-моему окну как-то много здесь от сан осталось давайте хоть что-то расставим от предметов по избавляемся чуть-чуть отлично отлично первые два пункта выполнили теперь надо камушки найти так где там эта надпись была расположите буквы в правильном порядке чтобы они составили фразу указанную сверху нажмите на кнопку с буквой чтобы и а и а и и и и и и и опять тут что то есть какие-то магические следы может замок можно перепилить без ключика но это 4 а вот этого камня я не нашел еще кстати то есть где-то что-то еще надо может вот это перепилить нет или вот это вот стейси Ходячий склад артефактов. Помните, друзья, я в прошлый раз в бонусной главе, когда еще выводы, по-моему, делал и говорил, что очень странный момент, потому что наша Анна довольно одаренная девушка, она получила в наследство от отца возможность перемещаться во времени. Стейси же в бонусной главе нужны были какие-то стационарные устройства, плюс там какие-то различные штуки находить, проводить какие-то мини-ритуалы, чтобы вернуться в прошлое. Она же фактически может это делать в любой момент, то есть уровень даже совсем другой, как она, интересно, собиралась вот это расследование проводить, вот это я не понял. Флакон сауры, значит, аурах типа где-то здесь, я так понимаю, вон какая-то рука здесь. А, ну ясно. Теперь я понимаю, что это было такое. Вопрос, на каждой ли под локацией это будет? А где-то на локации это может быть, нет? Потому что я вряд ли наберу 7 под локацией. Так, значит, остается одно. Я так понимаю, что... Да, на общих локациях тоже надо искать. То есть всего было 7. 7 минус 3, осталось 4. Значит, тут должна быть еще одна аура и 2. Еще одна должна быть на той локации, где мы уже были. На предыдущей, то есть... Ну, я бы расположил таким образом, то есть... Тут все-таки где-то что-то... Ну, тут вряд ли. Тут, наверное, надо вот именно эту штуку применить. Блин, я помню, у меня были проблемы вот с похожей штукой, когда Стейси пыталась тоже там вернуться в прошлое. Я в прошлом там какие-то тоже искал моменты с помощью артефакта, и вот это было довольно-таки трудно. Надо не спешить, просто... Ведем и ведем. Когда быстро ведешь, это уже, друзья, опыт собственный. Когда быстро ведешь, она, как правило, и не видна, потому что там как-то не успевает сконцентрироваться на какой-то точке. Вот, и в итоге мы пролетаем. Ну, логично предположить, что вторая где-то снизу будет, а та сверху, где-то вот в правом нижнем углу, я предполагаю. Ну, конечно. Логика, друзья, великая вещь. Так, ну все, все нашли. Теперь давайте проведем этот ритуал. И поможем Стейси. А вот и Стейси. Ох, Инквизитор или как они там у них называются? Ну, Инквизиция, конечно, в таких масках не ходила, но... Блин. Че, сейчас по голове мне дашь? Слушайте, даже отчет времени шел, вы видели? Блин, я не вижу! А, вон, нару, у тебя на плаще. В последнюю секунду, как в настоящих боевиках. Вынесли. Вот это сражение, интересно. То есть, если бы мы проиграли, то... Вот, блин, хочу, чтобы была такая игра, чтобы мы откинулись на пару локаций назад и какие-то действия пришлось делать заново в качестве наказания за то, что мы там какой-то локации тормозим. Это, возможно, не всем понравится, но мне кажется, это весьма любопытно было бы. То есть, была бы какая-то цена за ошибку. Дом Виктора Грея. Так, я, друзья, как обычно, ищу морфинг-объект, поэтому не обращайте внимания, что я так долго всматриваюсь в локации и ничего не нахожу. Так, вроде нашел. Все, теперь можно разобрать, что у нас тут. Проволока вряд ли эта штука здесь поможет. Она больше по такой силовой части. Кот, естественно, мне не отдаст. Еще тут и птица какая-то. Может быть, выбить эту штуку сверху? Нет. Ну, кота вряд ли палкой можно гонять. Я думаю, тут... А вот ящик плохой, старый. Вот точно можно разбить. Кто тут еще есть? Ага. Так, проволока, винтики. Что мне это дает? Дальше пойти нельзя, потому что там еще больше стражи, я так понимаю. А что с проволокой сделать? Ага, может что-то поотрезать. Ключок. Так, либо это к вот этой штуке, либо все-таки... Ну, она короткая, как ты дотянешься. Щеколдуэту. Ну да, значит, она длинная все-таки. Вот, кстати, и коллекционка. Это морфинг? Я думал, коллекционка. Так, надо ручка, надо две лошади, плюс это мы собираем уже два цветка. Как всегда, целый набор всего и вся. Взяли котика. Так, тут мы посмотрели. А это коллекционка уже, да? Мари. Что за Мари? Хозяйка куклы была бледной девушкой, но мечтала стать королевой. Так, а если мы здесь метлой немножко поработаем? И сцена поиска давно не было. Так, где-то, что-то еще две кружки. Ой. Так, ищем банан. Молоток. Разбитое яйцо. Кокос. Ананас. Лопатка для торта. Песочные часы. Ломтик хлеба. Щипцы. А, не вижу. Рыба есть. Отвертка есть. Штопор есть. Может, вот это? Щипцы для льда нет. Это не то. Ладно, может, вот это? Так, взяли отвертку. Здесь надо какой-то ключ, наверное, заводной. Кстати, где-то что-то, по-моему, можно было открутить. И, наверное, не на этой локации. А если крючком подцепить? А если отверткой? Отлично. Теперь воспользуемся коллекцией вот здесь. Мы получим ручку. Ручку можно прикрутить. И отлично. Мы отсюда выходим. А вот это, кстати, вот-вот. Смотрите, ожившая. Посмотрите, с каким удовольствием он рассуждает. Он восторгается ею. Он в своем репертуаре. Я думаю, еще одна коллекционка. Роуз. Так. Ее хозяйка была богатая девушка, в детстве потерявшая глаз. Жесть. По куклу по подобию. Я люблю тебя, Виктор. То есть, это какая-то комната, получается, их не была. Здесь очень темно, но у нас есть спички, которые нам должны помочь. М-м-м. Так. Нужно что-то там флакон от духов, да? А у нас он пустой пока. Там мы тоже пока, наверное, ничего не достанем. Но у нас появилась, по-моему, парочка. Нет. Стойте, где эта парочка была? Вот здесь. Две из трех. Так, что у нас есть? У нас появилась эмблема роз. Давайте еще сходим назад, посмотрим, что здесь. Так, с часами пока ничего. А вот эмблема роз можно применить. А вот, наверное, это огненная жидкость. А вот эмблема роз, а вот эмблема роз. Так, что у нас осталось тут? Вот здесь что-то точно надо сделать. Две монеты, пустой флакон. Сначала воды нальем. Может, потом этот порошок для цветов. Вот мы получили эту ядреную жидкость. Зря только уходил. Так, еще одна сцена поиска. Удивительно. Две сцены поиска на одной локации. Но я такого не помню. Блин. А сложно. Я вот не знаю. Тут, наверное, сцена поиска чисто для девушек. Мне все эти вещи... Ох, тяжело, тяжело. Ладно, давайте смотреть. Может быть... Мне что-то кажется, здесь есть какие-то спрятанные предметы. То есть, надо где-то вот, типа, вот здесь что-то посмотреть, там, под этим. Они все спрятаны. Ну, не все, а этот... Много предметов, я думаю, здесь все-таки спрятаны. Ну, пока посмотрю так. Без лишних кликов. Звезду я где-то видел. Но пока как-то подозрительно. Все... Все правильно. Так, туфля, наверное, здесь. Уже я даже не понимаю, что там нарисовано. Понимаете, я... Вот, наверное, шарф этот. Некоторые вещи просто ищу как-то вот. Все, я не... Я не доезжаю, что там нарисовано. О, что-то попал. Честно, это было случайно. Маску и... Вот, слушайте, ну, маска-то... А, маска, кстати, нет. Может, здесь, кстати, ничего и не спрятано. Два предмета осталось. И... И где же вы? Ремень. И что это такое? Не знаю. Какие-то носки, может быть. В прошлых частях просто были такие вот сцены поиска, где предметы были спрятаны. Нам, естественно, про это не рассказывали. Впрочем, взяли... Ага, то есть мы теперь можем, я так понимаю, вернуться назад. Давайте вернемся тогда. Вау. Вот этого мне очень не хватало во многих играх. Хоть пару локаций вот таких, где вы создайте хотя бы образ того, что здесь что-то происходит. Так, это же Стейси. Как ее, вроде бы, вели только что куда-то. Или мне что-то показалось. Ничего не понимаю. Хотя там говорили, что Стейси похожа на вот эту девушку. Может быть, одну поймали, а вторую нет. Типа, которая мертвая. Молодцы, что добавили вот такие сцены, локации. Я это... Ценю. Так, что у тебя тут вкрасть и можно? Короче, видимо, надо монетку ему. Туда нас тоже не пускают. Как-то скелет вывалился. Все стоят. Покер фейс сделали и все. Ты что-нибудь знаешь? Да, да, хочу, очень хочу. Отлично. Отлично. Что за скидка при монетину? Так, ну держи. Рыба. То есть тебе еще бабки надо? Эй. Чего? Печок. Котик. Оборзел? Ничего не понял. Рыба. Это что за кот такой? Эй, ты откуда? Откуда тут такой взялся, дурачок? Так, друзья. Вот тут, кстати, может быть такой сложный момент. Видите, я может какую-то интерактивную сцену не вижу. Или не понимаю, куда это применять. Но по логике вещей, вот как бы вы поступили с рыбой на моем месте? По-моему, отдали бы коту. А в данном случае почему-то это не работает. Там явно какое-то кольцо лежит. Правда, я не знаю, зачем мне это кольцо надо. У меня предметов больше нет. У меня только рыба осталась. Может, стражнику рыбу отдать? Нет? Вот вам, друзья, и ступор. Да. Это интересный момент. Для меня это абсолютно нелогично. Я не понимаю, может, и почистить как-то надо. Не, ну почему? Есть кот, есть кольцо. Кидаешь рыбу, он тебе это... Ай, да. Вот тут, друзья, не хватает вот этих вот писулек сверху. Типа, что кому как надо дать? Что не хватает? Какие-то соображения главной героини? Потому что... Ну, это вообще жесть. Ладно, хорошо, не будем сдаваться. Пробегусь к я по локациям. Может, где-то что-то увижу еще. Где рыбу можно применить. Может, на какое-то дерево закинуть. Типа, он туда побежит. Кинь туда и... Крюк у нас длинный, к слову. Не понимаю. Кстати, тут кто-то был. Котенок может нужен, получается, там. Прошу, что я тебя вспомнил. То есть, еще сова осталась у нас. Ой, дальше. Вот здесь, по-моему. Так, у нас есть клубок пряжи. Я так понимаю... Ну, может быть, достанем как-то. Хорош. Не с теми связалась. Мы тоже так умеем. Можно ножик забрать? Слушайте, тут кидают нас ножики. Вот какая бы была, друзья, у вас первая реакция, если бы вас метнули ножик. И вы увернулись. Ну, понятно, кто-то может убежал бы, но в данном контексте, мне кажется, в контексте игры, я бы этот нож себе сразу забрал бы. Так, у нас появился небесный амулет. Кстати, а, просила же нас эта дамочка небесный амулет ей принести. Вопрос, кто скрывается под этой маской? Может, лица там и не видно? Нет, я не знаю, кто это. Так сказали же, что письмо можно вручить. Ладно, заводной ключик, надо к часам сходить. Может быть, тут что-нибудь разрулим пока. Расставьте маленькие циферблаты так, чтобы они образовали идеальный круг в центре. Циферблаты могут перемещаться только по двум центральным линиям. Выберите, ну, понятно, в принципе. То есть, я так понимаю, что если брать, то... Ох, ты же как двигаешься противно. Вы серьезно? Ну, ты же как двигаешься противно. Главное, правильную последовательность сделать, и все, ничего сложного нету здесь. Блин, немножко не так. Так, а как вас поменять местами? Без накрест тут не пройдет. Надо, получается, тянуть их обратно как-то. Нет, не в ту сторону. Вот так надо делать. А потом так. И вот так. Так. Может, сначала начать. Как-то я немножко... Не то, что запутался. Так. И-и-и-и-и-и-и. Да, можно. Длин, неправильно будет. Так. Все. Так, готово. Готово. Тайный проход. вот еще одна кукла чувствует себя как дома походу так у нас появилась элиза хозяйка менял ее наряд каждый день и джек с этой куклой связана история знатной девушки и воспитали как мальчика чтобы она наследовала богатство семьи крайне любопытно кстати я не проверял блин жалко проверить нельзя ну ладно бог с ними ой сколько тут всего у нас есть масленка и так пустая масленка и инструкция как что-то подделать я так понимаю морфинг об часы наверное да они тут странно смотрелись фута ржавой явно нужно заготовка для ключа напильника можно это все подделать конечно в идеале в идеале пустая масленка где же у нас масло то было подготовка для ключа надо какие-то тиски наверное что были тут 2 сердечко осталось у нас их нету тут мы все поделали тут все закрылась тут вроде бы ничего нигде больше не работает может стекле откусовы подпилить но вдруг она там куда-нибудь улетит потом так вот мы сделали то что хотели можно и здесь подпилить вряд ли здесь слушайте так это же масло наверное есть а как это можно достать или надо вот это убрать как-то чем-то что еще у нас осталось тоже без тисков все на месте да ну я как-то до этого не допетрил сразу значит надо вернуться вернуться в секретную комнату здесь какой-то ящичек был так что это такое чернила и надо виктор чё-то там эксперимент еретический пока не поздно что-то такое в общем а это что список покупок пустая масленка я предполагаю что надо вернуться в магазин у нас там вроде типа какие-то уже договорные есть условия и он нам сейчас все подсунет все что нам надо не понял ты чё забрал список а взамен что-нибудь мне вручи пожалуйста я чё-то не понимаю это чернила мне точно нужны чернила но он что-то еще от меня хочет две монетки а в лоб ты не хочешь нет список покупок забрал взамен ничего не дал как это работает так что-то я не понимаю вряд ли здесь перо поможет да мне где-то сердечко либо я пропустил на какой-то локации может быть новый ну что это явно конец масленку тошнее не наполнили что я масленка да ну правда ей пароли не знаю то есть смысл не в этом может пером поковыряться в этом и у нас великий этот да друзья вот и ступор очень специфически вроде бы по логике все правильно делаешь поступаешь абсолютно верно то есть отдал список и он что-то мне должен был дать замен либо какая-то сцена поиска должна была начаться начаться а мне ничего не дали делать то есть очень странно я бы сердце какое-то мне подсунул вот сердце как-то но а кстати сушки пирота можно здесь использовать как я не подумал и сердечко сейчас мы используем как дело то пошло вы смотрите не знаю где эти портреты использовать я не помню такого места а вот краник возможно это к этому месту то есть его надо было не подпилить а надо было просто изъять так теперь у нас есть масло правда все равно пароли мы не знаем странный момент может там вот эти две штучки надо вставить и все 2 эмблемы так а как крутить используйте подсказку ну-то понятно нажмите и тяните а были немножко вниз потянул и все уже не засчитал вставить боже тут так надо выводить найдите пары соответствующих объектов вал весьма забавно монет а то тут всяких разных много ясно к торговцу сейчас пойдем с этим добром ну короче любые торговцы на халяву никто там по скидкам каким-то мнимым что я придумал сам себе никто не будет по ним работать все решают исключительно деньги может нет это не выделяются а дома не это искать так вот у нас мешок денег сюда в общем масленка еще осталось к слову чернила ну 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 все все да за такой мешок денег не знаю мне кажется магазин бы твоему купить бы ну да ладно расценок мы не знаем местных так что у нас тут приказываю объявить общий сбор в казармах верховный инквизитор дарион так и что мне надо делать выберите правильный шрифт размер шрифта толщину шрифта и цвет шрифта согласно подсказке используйте кнопки с буквами и стрелками для переключения между опциями ничего не понятно а а и а там очень красивая буква к вот по ней можно было бы мерить все понял я а Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 войти и подожжем устроим самосуд здесь вы видели друзья даже или фангейм таким страдает там кусочек пазла лежал я его не взял уже там остался кусочек пазла то есть не и повторяйте моих ошибок вначале берите пазл а потом берите все остальное как сейчас смотрите видите опять наверное мог эх вы я вот буквально недавно в качестве примера приводил именно студии или фангейм что у них такого не бывает у них все прекрасно в этом плане а тут вон она как друзья выходит а почему найдите пыточное устройство я не эксперт конечно по пыточным устройством но все что плохо выглядит плохо и страшно наверное будем будем выбирать чё что-то осталось тут так я так понимаю надо искать типа похожих наверное камней до поэта ловушки как бы это то что останется это правильный ну да что то типа этого здесь только непонятно что здесь пока есть варианты принципе обращать внимание не будем как что тут вот здесь тоже можно было бы на время сделать ошибешься начинаешь там сначала что-нибудь заметили кто дамочка с которой мы менялись и который небесный амулет вручили ну хоть кукол всех друзья соберем и морфинг объекты вот еще сомерси а дед сиагару вай черт и пенс щита свиньба она чел я мор и фиге мне сантин дали был донна хозяйка была бедная девушка мечтавшая стать воином что это такое кошелек с монетами ну это я явно понравится но не будем спешить начале морфинг где бы тот проклятый морфинг то найти еще блин кирпич трубка ломик шест стой надо его как-то заполнить горожане гибельное проклятие виктора превращает людей в скелеты возможно он не один и есть другие колдуны если увидите что-то подозрительное сообщите верховному инквизитору дариона очень странно кстати видите обвинили в чем-то виктора хотя мне кажется и без него эти скелета как бы заработал в этом доставать визуально заходишь доставать отходишь как видно таких вот мест которые узнаете какой-то предмет обычно есть на локации который подозрительный ну вот лампа до единственная была да 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 я вот тоже согласен что тут дело не виктори дело не виктори блин тут надо что-то положить у меня ничего нету надо где-то что-то найти у нас ничего там тут а чтобы горела вопрос трубка чем не все это надо уже так раздолбать кирпичом вот оно что так нас появился богор но это все равно не то эти вот и не мешают то есть надо как-то задымить все это дело может здесь как-то и не знают а белкой ветка это нормально так висит или от щепки какие-то мелкие сейчас мы их так рубка все вроде готова даже не отсюда как подождите как не отсюда отсюда тогда получается так хорошо что у нас тут да папочка то очень заботливый Хм. Хм. Там что-то не хватает. Чем-то надо подеть. Отпирая, избавляемся. Думаю, ты не хочешь, чтобы Эмили воскресла. Хотя она и твоя сестра. Виктор потерпит неудачу, если ты заплатишь. Ты знаешь, где нас найти. а друзья видите получается эмилия возлюбленная виктора либо жена либо невеста она оказывается сестра вот этой эбигейл которая вот этим всем чернокнижен ну короче чернокнижницы или как ее там обозвать она всем этим и занимается выходит очиститель чернил в городе неспокойно поэтому я сделал для тебя тайный ход он ведет в башню возлюбленного твоей сестры виктора там ты будешь в безопасности кирпич у нас есть помоги себе сам называется амулет глаз а наверное пустой да но этого мало папа мало чтобы этот вопрос может быть этим падеть здесь так и у нас две клавиши и надо она какой-то нотный лист наверное либо знать что нажимать потому что как-то не работает 2 3 4 5 8 7 5 так вот и амулет какой-то вы точнее кольцо открываем смотрим что здесь стандартная сцена поиска ну что вперед колоколь а так она тут меняется короче все что меняется можно даже не считать просто кликаешь и все казалось нет а то предмет у меня ничего не меняется стоите слишком большой экран чтобы просто вот сидеть и смотреть в центр и все периферийным зрением как-то а где же конверт слушаете меня лыжи что-то все-таки я видел так что мы взяли конверт обидел я выполнил свою часть сделки отправил тебе то что ты просила говорят инквизитор планируют скором времени нападение на башню безумного виктора так что поторопись вот-вот тебе и собственно любимая сестричка и со всеми вытекающими последствиями никому нельзя верить так сундук там какой-то был кстати вы долго с похватились об этом они еще и сидит вообще пофиг юга сидит ничего не боится лампа нужно да там темно так ну что вперед но тут явно не выберешься насколько я вижу поэтому только суда вниз направо вниз налево вниз ну вот выход вниз так 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 как же прелесть этот ричард он настолько он понимаете вот в данном случае ни один бы дневник не за не заменил бы вот эти эмоции которые дает нам ричард но еще бы если был бы еще дневник это просто было бы шикарно то есть он вот еще кстати стоит отметить я считаю кто понимает по крайней мере английский очень хорошую профессиональную озвучку действительно актер который вот озвучивает ричарда плюс вот этот внешний вид его в некоторых ситуациях но просто это вот великое искусство иногда просто по его выражению нескольким словам уже понятно его какие-то даже эмоции его наслаждение его какие-то вот такие знаете микро моменты которые блин делают эту серию неповторимой так друзья я предлагаю поискать морфинге и и и на сегодня на этом ну сейчас что не поищу конечно если там попутно что-то найду надо что-то мы нашли интересно ну девушка это приятная на вид ничего плохого про нее сказать не могу грибочки может морфингом являются да друзья ну все на сегодня мы на этом закругляемся в целом отличная игрушка вот разработчики честно во первых меня удивили с самого начала когда мы обратно вернулись к ней и стейси ушла на второй план теперь мы ее спасаем то есть видимо она не может справиться с вот этой вот работой которую выполняет она по спасению родственников и всему подобному но в целом даже вот здесь история довольно любопытный а бы не сказал что она какая-то стандартно здесь есть какие-то вот подводные камни есть какая-то личная трагедия есть предательство есть ревность возможно действительно и беги у двигает любовь к виктору и она ненавидит сестру за то что виктор обратил внимание не на нее а конкретно вот на сестру в общем даже вот этот сюжет до таких историй вы много где видели но все равно друзья насколько это необычно подано в контексте того что события основных частей разворачиваются в современном мире а тут мы перенеслись в прошлое тут еще почему-то как-то завязан напомню я правильно все понял стейси почему-то похоже на вот эту возлюбленную виктора может не показалось или нет то есть тут еще есть какая-то связь и стейси тоже наверное каким-то ключиком или просто каким-то вот мостиком еще какому-то интересному сюжетному повороту является в общем и как обычно геймплей на высоте все логично все понятно все интересно или фан games можно только поаплодировать двенадцатая часть она ни на сколько не хуже чем много много предыдущих поэтому молодцы все что могу сказать пока но друзья только первая часть посмотрим что будет дальше на сегодня все большое вам спасибо за просмотр играйте только хорошие игры всем пока пока и до новых встреч